Президент Татарстана Рустам Мениханов поздравил жителей республики с Днем Конституции России. Обращение опубликовала пресс-служба главы республики. Как отметил Рустам Мениханов, Татарстан более четверти века наравне с другими регионами последовательно реализует положение основного закона страны и пожелал жителям республики мира и благополучия. В Казани набережные Челны вошли в список городов, где заработная плата повысится больше всего. Оценку роста реальных зарплат дали эксперты финансового университета при правительстве страны. По их мнению, зарплата вырастет в городах с развитой современной промышленностью, в том числе в Казани и набережных Челнах. При этом аналитики отмечают, что несмотря на рост начисленной заработной платы, за вычетами инфляции реальные доходы населения в следующем году расти не будут. Глава Центра избиркома России Элла Памфилова заявила о возможном внедрении дистанционного голосования в регионах страны. Внедрение пилотных проектов планируется в Татарстане и на Сахалине. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Напомню, в 2020 году жителям Татарстана предстоит выбрать президента республики и проголосовать за депутатов местных советов. Более чем на треть сократился в прошлом месяце в Татарстане рынок долевого строительства. По данным Росреестра, зарегистрировано всего 998 договоров против более чем 2000 сделок в ноябре 2018 года. Эксперты связывают такое значительное падение рынка долевого жилья с его адаптацией к новым условиям и выросшими ценами. В 2021 году в России появятся цифровые школьные аттестаты. Об этом сообщает агентство новости со ссылкой на департамент проектов цифровой трансформации Минкомсвязи. Отцифровать также планируются результаты ЕГЭ, чтобы абитуриентам не приходилось носить их в бумажном виде. Кроме того, обсуждается внедрение и цифровых дипломов о высшем образовании. При этом прорабатываются вопросы безопасности о цифровке таких документов. Количество зарегистрированных в Татарстане самозанятых превысило 60 тысяч человек. Об этом сообщает Пресс-служба Минэкономики Республики. По данным ведомства, больше всего самозанятых в Казани и Набережных-Челнах. Соответственно, 16 и 8 тысяч человек. Объем налоговых поступлений уже превысил 88,5 миллионов рублей. При этом 80% от общего числа зарегистрированных раньше официально не работали и налоги не платили. Новорожденным из малоимущих семей Татарстана будут дарить подарки. В подарочный комплект войдут детская одежда, подушка, одеяло, подгузники, пеленки и валенки. Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Подарки будут получать родители при выписке ребенка из родильного дома. Для этого им заранее надо будет подготовить документ, доказывающий, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.